В России хотят возродить Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Идею его проведения поддержал президент Владимир Путин. Одно из частых нарушений правил дорожного движения — неправильный проезд перекрестков. В Самаре на пересечении Московского шоссе 22-го партсъезда инспекторы ГИБДД провели рейд. Много ли оказалось нарушителей? Урок, который невозможно забыть. В Самарско-областной детской библиотеке для школьников прошел час мужества, посвященный Дню освобождения Ленинграда от блокады. Держатели карты жителя Самарской области могут получить кэшбэк за оплату ЖКХ. Об этом подробнее в рубрике «Обзор телеграм-каналов». Баскетболистки Самары завершили первый этап чемпионата России среди лидеров и досрочно оформили выход в плей-офф. Гонболистки «Лады» узнали своих соперников по второй части розыгрыша Суперлиги. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Президент Владимир Путин поддержал идею возрождения Всемирного фестиваля студентов и молодежи. Так он отреагировал на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой, которая вспомнила о фестивале, проходившем в Сочи в 2017 году. Однако, по его словам, сейчас осуществить эту идею не так просто. Хотя в 2017 году, несмотря на крымские события 2014-го, его провели. Путин отметил, что всему свое время, но всецело поддержал идею, назвав ее абсолютно правильной. При этом напомнил и о том, что не все зависит от желания властей. Лидер страны добавил, что в организации такого мероприятия очень важна поддержка региональных властей. Владимир Путин напомнил, что уровень мероприятий, которые проводит Россия, всегда очень высок. Обещал, что в этот раз будет так же. Озвучил, что необходимо привлечь к организации мероприятий саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале. В год педагога и наставника в России, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, самарские транспортные предприятия усиливают работу в части поддержки и обучения молодого кадрового состава. Организуют шефство над новыми сотрудниками. В одном из автобусных парков Самары новичкам рассказывают об устройстве крупногабаритных машин и сообщают о нюансах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневных рейсах. За каждым из новичков закреплен опытный наставник. О романтике больших дорог, комфорте и безопасности перевозок, а также бесценном опыте лучших сотрудников транспортного предприятия – репортаж Ольги Павловой. При открытых дверях движение категорически запрещено. Открытие производится только после полной остановки. Серебряный призер областного конкурса водительского мастерства Виталий Сычев проводит мастер-класс для будущего водителя автобусного предприятия. Ранее кондуктор, а теперь бригадир водительского состава Надежда Федюнина не теряет надежды на то, что вскоре сядет за руль крупногабаритного авто. Права категории «Д» она уже оформила. Теперь нужно отработать профессиональные навыки и выйти в свой первый рейс по улицам родного города. Управлять пассажирским автобусом Надежда мечтала с детства. Нежинский труд и тяжелый руль ее не пугают. Напротив, добавляют романтики и драйва. У меня будет хороший наставник, который меня к этому подготовит, чтобы было аккуратно, целеустремленно и безопасно. В год педагога и наставника в России, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, самарские транспортные предприятия усилили работу по обучению молодого кадрового состава. В автобусном парке Самары новичкам рассказывают об устройстве крупногабаритных машин и сообщают о нюансах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневных рейсах. Бесценным опытом делятся сотрудники, для которых профессия водитель – скорее призвание. Это романтика – колесить по городу, убедить людей, убедить объекты, которые проносятся мимо тебя. Пассажиры будут всегда, перевозить их мы будем всегда. Ни один город не останется без общественного транспорта. И работа перспективная и стабильная. По словам наставника Виталия Сычева, быстрее всего схватывают материал молодые сотрудники. Новичкам он рекомендует начать с изучения должностной инструкции, основ безопасности дорожного движения и ПДД. Знать нужно многое, отмечает Виталий Владимирович. К примеру, обучение на категорию «Д» имеет ограничение по возрасту. Получить права на управление автобусом могут граждане, имеющие однолетний стаж вождения. Кроме того, работа на крупном транспортном предприятии – это строгий распорядок дня, большая ответственность и взаимодействие с людьми. Нужно уметь справляться со стрессовыми ситуациями и аккуратно управлять автобусом, чтобы пассажиры не испытывали неудобств. Моя задача – сделать как можно больше для того, чтобы молодой водитель получил все навыки, для того, чтобы безопасность в его работе была на первом месте. В настоящее время в транспортном предприятии «Самара» трудится более полутора тысяч человек. Сотрудникам предоставляется полный соцпакет, медобслуживание, обучение и стажировка, а также корпоративная мобильная связь и жилье для иногородних. В автобусном парке города надеются, что в год педагога и наставника транспортное предприятие обретет новые талантливые кадры, для которых цели устремленности, трудолюбие и порядочность станут главным жизненным девизом. Когда приходит молодой специалист, он, конечно, молодой, он всему обучен, всему научен, но принцип «делай, как я» никто еще не отменял. И вот лучше, чем практика, наверное, метода нету научиться делать, решать ту или иную задачу. А самое простое, самое понятное – это когда подходит опытный человек и своим примером на деле объясняет, поясняет, показывает, как все это в жизни происходит. Обучать и поддерживать молодые кадры будут в каждом транспортном предприятии Самары, организующем пассажирские перевозки. Причем не только в год педагога и наставника. Подобную практику хотят внедрить на постоянной основе. Ну а пока новичкам остается отрабатывать свои профессиональные навыки и после отправляться в свои первые рейсы за романтикой больших дорог. Помню, что в приоритете – комфорт и безопасность пассажиров. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Для продолжения строительства станции метро Театральная и сохранения транспортного сообщения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской планируют переустроить трамвайные пути. Технические условия муниципальным предприятиям ТТУ уже выданы. Вопрос на стадии согласования. Материалы заказаны, сроки поставки необходимо связать с проектом производства работ, поясняют в Управлении капитального строительства Самарской области. Рельсы и шпалы планируют переместить середины проезжей части ближе к тротуару. После переустройства специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления. Кроме того, переустройство линий позволит завершить вынос водопроводной магистрали. Как пояснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, вся работа по перекладке трамвайных путей займет около 14 дней. На это время не планируют перекрывать движение. В период переустройства трамваи продолжат курсировать по старому полотну. Затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Напомним, минимизация неудобств для горожан остается одной из приоритетных задач. Однако на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки потребуется временное ограничение движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро Театральная. Но участки возведут тягово-понизительную подстанцию. Пока намечены только предварительные сроки. При этом планируется, что и во время строительства подстанции трамваи продолжат курсировать уже по новой линии. Также предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас следуют по улице Фрунзе. Актуальные работы продолжаются в штатном режиме. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие заканчивают разработку стартового котлована. Также подготовка идет и в районе улицы Новосадовой-Полевой. Выполняется устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована буросекущих свай. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Добраться можно будет всего за 20-25 минут. Интервал движения поездов метро может сократиться до 7-8 минут. Все мы знаем развязку Советской Армии с Новосадовой. Это огромная развязка, которая разгрузила транспортную систему. И, естественно, добавление транспорта, метрополитена и дополнительных станций – это круто и классно, особенно для жителей периферийных районов нашего города, когда можно добраться с площади Кирова на метро буквально в течение 20 минут. Одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения – неправильный проезд перекрестка. Невнимательные водители не только подвергают риску жизни, здоровья свое и пассажиров, но и создают пробки, загораживая проезд. Какие методы применяют инспекторы ГИБДД, чтобы разгрузить дороги, узнала Елена Чернявская. Предотвратить возникновение пробок на дорогах и проверить соблюдение правил дорожного движения на перекрестках. В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы 22-го партиезда сотрудники госавтоинспекции провели рейд. Нелетко участники дорожного движения, пытаясь проехать на зеленый сигнал светофора, не рассчитывают время его работы и застревают посреди дороги, мешая другим. Это приводит к возникновению пробок. Водитель, который двигается на перекрестке или пересечении проезжих частей, в случае образования затора, обязан не создавать препятствия для движения транспортных средств, которые движутся по перечному направлению. На перекрестке образовался затор, водители должны остановиться перед пересечением проезжих частей. Чаще всего такие нарушения фиксируют в часы пик, когда самарцы едут на работу или возвращаются. За проезд на мигающий желтый свет, а также за остановку на перекрестке инспекторы ГИБДД выписывают штраф – тысяча рублей. Водителю Наталье Смирновой сегодня повезло – получила только предупреждение. Я проехала, должна была немножечко подождать, чтобы не образовался затор. Сотрудник меня остановил, разъяснил, в чем я была не права, за что благодарна, обещаю больше не нарушать. Такие рейды инспекторы ГИБДД проводят регулярно. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Урок, который невозможно забыть, в Самарской областной детской библиотеке для четвероклассников прошел час мужества – памяти Ленинграда. Ребятам рассказали о событиях периода блокады Ленинграда, а также о значении обороны города в период Великой Отечественной войны. Тему продолжит наш корреспондент. Вместо супа, вместо щи, вместо хлеба, каши они пили именно эту горячую воду. 872 дня ужаса, голода и смертей. На уроке мужества ученики четвертого класса Самарского медико-технического лицея слушают рассказы о тяжелейшем периоде в истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Во вражеском кольце без света, воды и тепла люди пытались выжить и защитить свой город. На уроке вспомнили о дневнике маленькой жительницы Ленинграда – Тани Савичевой, в котором было всего девять страниц, на которых девочка рассказывала, как голод постепенно убивает ее большую семью. Теряя одного за другим близких людей, она жила и не сдавалась. И таких несломленных детей в годы войны было немало. Дети сегодня прослушали о таких же, о своих сверстниках. Это дети того же возраста, десятилетние дети. И они увидели, каково им было в то время. Они могут сравнить с те дни и сегодняшние дни. Ну и, конечно же, вот это сопереживание. Вот после таких программ, после таких мероприятий дети не будут черствыми. Как показал урок, школьники, несмотря на юный возраст, уже обладают внушительным багажом знаний о Великой Отечественной войне. Некоторые из ребят, да, были очень активны и знали ответы на многие вопросы. То есть они прямо были сегодня моими соведущими и могли сами вот об этом рассказать. И они тянули руку, и это очень радует. Значит, наши маленькие читатели интересуются историей. И это плюс нам большой. Такие встречи уже стали доброй традицией. Патриотическое воспитание молодежи – это одно из приоритетных направлений, которое активно развивает Самарская областная детская библиотека. Александр Гусева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других событиях дня. Утром в четверг 26 января в Самарской области сошли с рельсов четыре вагона поезда. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Инцидент произошел на 1153-м километре станции Тургеневка. Вагоны были пустыми. Жертв нет, вагоны не опрокинулись. Ведутся восстановительные работы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Организована доследственная проверка. Воспитательница из Самары перевела мошеннику почти полтора миллиона рублей. В Самаре 43-летний воспитательница детского сада поступил звонок. Неизвестный рассказал женщине, что деньги можно делать почти из ничего. Необходимо лишь правильно вложить средства. После чего можно пожизненно получать большие дивиденды, играя на виртуальной бирже. Поддавшись на заманчивое предложение, воспитатель взяла кредит и с помощью интернет-сайтов перевела мошеннику деньги. После чего тот перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. В Самаре отремонтируют военный госпиталь, расположенный по адресу Невская-2. Состояние нескольких принадлежащих ему зданий оставляет желать лучшего. В частности, требуется ремонт кровли, система отопления. Также необходимо привести в порядок многие палаты. Проектную документацию на часть работ уже составили. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов пообещал, что деньги будут выделены уже в этом году. Напомним, сейчас в госпитале проходят лечения, в том числе и мобилизованные, которые получили травму при обстреле здания ПТУ в Макеевке. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Самаре совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Самарской области пресекли деятельность ОПГ, участники которого обналичивали деньги и выводили их за рубеж. По версии следствия, возглавляли группу из 10 человек, мужчины 38 и 35 лет. С января 2015 по август 2019 года они обналичили деньги на сумму свыше 500 миллионов рублей. Также легализовали деньги на сумму более 19 миллионов рублей. И, используя подложные документы, совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж. Все 10 участников ОПГ задержаны. На имущество обвиняемых наложен арест. Самарец пытался доставить наркотики в колонию с помощью арбалета. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В мае 2022 года ночью мужчина приехал к исправительной колонии номер 6. Скотчем примотал к стреле два свертка с мальхуаной весом в 45 граммов. Мужчину задержали, а наркотики изъяли. Суд признал досудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима. От человека к человеку. В год учителя и наставника для самарских школьников возобновили космические уроки. Это проект, который знакомит старшеклассников с научными и техническими достижениями города, с историей освоения космоса, с тем вкладом, который областная столица вносила и вносит в развитие ракетно-космической отрасли. На одном из таких уроков, которые провели в музее, побывала Светлана Кудрявцева. Это спутник-ресурс. Он бережет наше спокойствие. Вот это, ребята, спутник, который называется спутник Бион. Урок не за партами, а среди настоящих спутников и двигателей. Самарским школьникам не только показали экспонаты музея, но и организовали встречу с ветеранами ракетно-космической отрасли, чтобы старшеклассники смогли больше узнать о технических профессиях. Чтобы ребята понимали, что они живут в интересном городе, в котором есть очень достойное учебное заведение. В котором есть такие предприятия, которых и в мире нет. Хотелось бы, чтобы ребята сделали свой правильный выбор. И им надо говорить об этом. Областная общественная палата и региональный штаб ОНФ возобновили серию космических уроков. Они проходят в том числе в формате экскурсий. Мы устраиваем экскурсии на заводы, потому что там есть прекрасные музеи. Есть на самом деле настоящие наставники, производственники, которые готовы передавать свой опыт. Такие занятия особенно нужны и актуальны сегодня, ведь 2023 объявлен в России годом педагога и наставника. Я думаю, что в дальнейшем это, конечно, молодая поросль придет уже в качестве инженеров на наши предприятия, в том числе ракетно-космической отрасли. Сегодня это очень важно. И если мы что-то можем сделать для того, чтобы мотивировать ребят туда идти, чтобы, может быть, сегодня они в лице наших спикеров выбрали себе наставника по жизни, то мы, конечно, постараемся это сделать. Потому что когда от человека к человеку, это всегда работает, особенно когда это речь идет именно о определении будущей специальности, а может быть, где-то даже и судьбы наших самарских ребят. Анастасия Мурзаева учится в восьмом классе, но уже определилась с направлением дальнейшей учебы. Я собираюсь поступать по технической специальности. Ну, я очень горжусь тем, что Самара – мой родной город, потому что Самара космическая, ну, такой статус. В год педагога и наставника для школьников Самарской области планируют провести более трех тысяч космических уроков. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Он был яркой личностью 20 века. В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки прошел творческий вечер, посвященный 85-летнему юбилею со дня рождения Владимира Высоцкого. Чем удивляли зрителей в этот вечер, расскажет Александра Гусева. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так... С теплотой и улыбкой Лидия Николаевна Чурикова вспоминает далекий 1967 год. Тогда ей посчастливилось побывать на концерте Владимира Высоцкого в Кубышевском дворце спорта, собравшем более 7 тысяч зрителей. Это был первый концерт барда перед такой многочисленной аудиторией. Я пришла на концерт, вот бывшее, старое здание дворца спорта, когда оно было. Ну, в общем, сбоку мы вошли, со стороны Волги. Невозможно было войти. Его задержали. Вы не представляете, сколько было народу. Да, сидели прямо на полу. Но это была такая теплая домашняя обстановка. Полтора часа длился его концерт. Этот концерт был изумительный, замечательный. Хулиган и балагур, бунтарий-максималист. Герой своего времени и гениальный исполнитель. Он стал кумиром для миллионов. Барт и актер. Он был популярен в советское время. Его стихи и сейчас многие знают наизусть. Ну, вот уже, наверное, года три традиционно мы проводим юбилейный концерт в честь дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. И сегодня, в день его 85-летия, очередной концерт самарских исполнителей, поющих песни Высоцкого. Правда, надо сказать, что с каждым годом мероприятия становятся все шире и шире. Оно привлекает все большее количество зрителей и большее количество исполнителей. В этот вечер для гостей галереи «Новое пространство» песни Владимира Семеновича Высоцкого исполнили под аккомпанемент Самарского муниципального духового оркестра. Хочу сказать вам, что у него были свои любимые композиторы. И мы с нашим дирижером и аранжировщиком Сергеем Рыбином, вы его увидите, выясняли, кто же его любимые, Владимир Семенович, композиторы. Мы выясняли, что это Гершин, что это Стравинский, что это Андрей Петров. То есть он не чурался никакой музыки, он напитан. И это чувство, это его творчество, что он напитан классикой. Баскетболистки Самары завершили первый этап чемпионата России среди лидеров и досрочно оформили выход в плей-офф. Гомбалистки «Ладу» узнали своих соперников по второй части розыгрыша Суперлиги. А «Ладья» победила в матче молодежной хоккейной лиги. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку к весенней части чемпионата России. Накануне команда провела силовую тренировку и тактическое занятие на поле. Также стало известно, что полузащитник Данил Липовой переходит в астраханский «Волгарь». Игрок будет выступать за «Волжан» на правах аренды до конца текущего сезона. 23-летний игрок провел за самарцев 23 матча и забил один гол. Баскетболистки «Самары» обеспечили себе место в плей-офф российской премьер-лиги. Девушки на своем паркете переиграли новосибирская «Динамо». Стартовая четверть осталась за самарскими баскетболистками. Гости несколько раз сравнивали счет, но «Самара» каждый раз возвращала себе лидерство. Во второй половине матча «Динамо» лишь пару раз подбирались на расстояние двух точных бросков. Но хозяйки контролировали ход встречи. 87-75 победа «Самары», которая обеспечила команде пятое место по итогам первого этапа чемпионата. Во втором этапе шесть лучших команд распределят между собой итоговые места в таблице перед плей-офф. В женской гонбольной суперлиге закончился первый этап турнира. По его результатам сформировалось расписание игр второй части. Семь лучших команд распределяют в играх между собой места. К ним присоединится лучшая команда из нижней части таблицы. И уже эти клубы сыграют в плей-офф. Тольяттинской «Ладе» предстоит начинать второй этап домашней игры против «Астраханочки». На первом этапе «Лада» дважды уступила своим соперницам. Также им 30 января предстоит матч в четвертьфинале Кубка России. Хоккеисты «Ладии» принимали на своем льду кузнецких «Медведей» в рамках регулярного первенства «МХЛ». Тольяттинские игроки завершили первый период с перевесом в одну шайбу – 2-1. Во втором игровом отрезке соперники обменялись голами. А в третьем юные автозаводчане еще дважды ответили на одну шайбу оппонентов – 5-3. Победа «Ладии». В субботу 28 января в Камышле на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» пройдет первенство Самарской области по биатлону. Участвовать будут юноши и девушки в разных возрастных группах от 9 до 17 лет. А в Тольятти в ближайшие выходные пройдут третий и четвертый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге. В соревнованиях примут участие пять команд. По итогам первого и второго этапов Тольяттинская команда в составе Игоря Кононова, Даниила Иванова и Никиты Толокнова имеет в активе 10 очков и делит первую строчку в турнирной таблице соперниками из Уфы. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Держатели карты жителей Самарской области могут получить кэшбэк за оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказывают в телеграм-канале городской администрации «Вести» с Дворянской. К примеру, за оплату газа картами «Мир» и картой жителей Самарской области можно получить кэшбэк в размере 1%. Нажмите «Активировать» на сайте приветмир.ру, чтобы принять участие в акции. Перед оплатой проверьте, что ваша карта жителя зарегистрирована на приветмир.ру. Оплатите услуги в кабинете клиента или в мобильном приложении «Газпром Межрегион Газ». Акция продлится до 31 марта 2023 года. Кэшбэк будет начислен не ранее трех рабочих дней с момента покупки. Акция действует только для физических лиц. В телеграм-канале Департамента транспорта рассказывают, как пополнить транспортную карту, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Объединенная транспортная карта». Там также можно посмотреть историю поездок за период до 90 дней. Для этого нужно ввести номер транспортной карты и проверочный код. Система показывает дату, время поездки, номер маршрута, тип транспорта, а также наименование компании-перевозчика. На сайте можно проверить и историю пополнения транспортной карты. Это позволит не стоять в очередях для пополнения карт маломобильным гражданам. В Департаменте образования рассказывают, что в Самарской школе номер 128 прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти выпускника учебного заведения, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане, Нестерва Анатолия Владимировича. Он был награжден Орденом Красной Звезды посмертно. На торжественном открытии присутствовали представители регионального объединения Союза ветеранов-десантников и подразделения специального назначения. Глава Самары Элина Лапушкина выразила соболезнования родным и близким Игоря Георгиевича Азарова. Член правления Федерации баскетбола Самарской области, замечательный самарский тренер и педагог. Он был для своих воспитанников наставником, который умел в детской душе зажечь огонь интереса и любви к спорту. Уверенный в себе, с сильным характером и добрым сердцем, он много работал и учил этому ребят, которые у него занимались. Игорь Георгиевич вырастил достойных детей и внуков. Он передал им неравнодушие, искренняя любовь к делу, которым занимаешься, к своему родному городу. Соболезнования выразил и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он напомнил, что одним из достижений Игоря Азарова на тренерском поприще стало создание женской баскетбольной команды, которая является настоящей гордостью спортивной школы Олимпийского резерва номер 13. Телеканал «Самара ГИС» выражает глубокие соболезнования. Родным и близким Игоря Георгиевича. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok